Горка длиной 50 метров и 400 ели по всему городу. В мэрии рассказали, где красноярцы смогут встретить Новый год и провести праздничные каникулы. Горожан ждут сотни развлекательных площадок. О самых интересных из них расскажет Максим Лебедев. Главную новогоднюю ель Красноярска уже начали устанавливать на острове Таташев. Ее высота, как и в прошлом году, 46 метров. Елку украсят больше полутора тысяч шаров и шесть тысяч лампочек. Вокруг праздничного дерева построят ледовый городок. Здесь появится 13 горок. В этом году от деревянных конструкций отказались, поэтому все они будут сделаны изо льда. Длина самой большой горки 50 метров. Фестиваль «Волшебный лед Сибири» пройдет здесь же, на острове. Посмотреть на работу ледовых мастеров можно будет, начиная с 5 января. А на этой аллее появятся фигуры, посвященные чемпионату мира по футболу. Такой талисман. Называется он «Волк-забивака». И, да-да-да, вот такая фигурка этого «Волка». Вот это один из знаков. А вообще их 14. 15-й знак «Волк», плюс кубок мира будет сделан, плюс какой-то символ универсиады. В общем, такая аллея посвящена футболу. На городской набережной зальют большой каток площадью 2000 квадратных метров. Лед подсветит праздничная иллюминация. Организаторы обещают красноярцам массу развлечений. К примеру, здесь появится отдельная селфи-зона. Вход на каток обойдется в 50 рублей. Прокат коньков – 80. Детям до 7 лет вход бесплатный. Будут там представлены интересные, так скажем, интерактивные вещи в виде шаров и снега, где можно будет пофотографироваться. Впервые будет можно заехать под такой купол, 10 на 10 шатер. А там будет тоже залита площадка, где будут расстановлены лавочки. А вот привычные иллюминации на проспекте мира красноярцы могут так и не увидеть из-за затянувшегося ремонта. Вместо этого в городской администрации предложили украсить проспект за счет местных предпринимателей. Владельцы магазинов и ресторанов должны будут по-новогоднему украсить свои фасады и прилегающую территорию. Посмотрим, как отнесутся к такой идее сами бизнесмены. Максим Лебедев, Павел Иваницкий, 7 канал.